На этой неделе на переговорах в Минске стороны в который раз призвали Россию освободить всех пленных. Ведь сейчас в заложниках у боевиков 121 человек. Причем боевики до сих пор отказываются даже признать тот факт, что удерживают именно столько украинцев. Подтверждают только 50 заложников и требуют за их освобождение 600 своих. За все время неоглашенной войны из плена освободили более 3000 человек. Руслан Смещук собрал три драматические истории. Тех, кому удалось вырваться из ада плена. И тех, кто еще продолжает жить надеждой на возвращение. Вовочка, солнышко мое. Солнце мое, ежик родной, мой любимый. 17 сентября прошлого года. Эти кадры облетели весь мир. Украинского патриота Владимира Жемчугова освобождают из плена боевиков. Он почти слепой, без обеих кистей. Но главное дома. Алло, алло, мама. Тихо, тихо, тихо. Мама, я приехал. Владимир Жемчугов родился на Донбассе. В последние годы жил в Грузии. Но с началом войны вернулся на восток Украины. Пошел в сопротивление воевать с сепаратистами. В ноябре 15-го подорвался на растяжке под Луганским аэропортом и попал в руки боевиков. Это видео допроса Жемчугова, сделанное в плену. Я когда очнулся после взрыва, понял, что я ранен. Я тормал руки, я вышел на дорогу. Хотел, чтобы я сбила машина. А дальше был почти год ада. Но Владимир выжил. И ему повезло. Его освободили. Уже после обмена Жемчугов уехал в Германию. Там за деньги немецкого правительства ему сделали 6 сложнейших операций. Протезировали руки. И частично восстановили зрение. До освобождения, будем так говорить, до самого освобождения я не держался за жизнь. В какой-то момент я пытался с собой покончить. После операции первой меня начало возвращаться зрение. Я начал различать предметы. И, знаете, как-то интересно, каждый день, каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот это тогда у меня появилась какая-то, знаете, такая в душе надежда, что я смогу жить нормально. Мы встретились с Владимиром и его женой Еленой в одном из киевских парков. После освобождения из плена они всегда вместе живут в столице. Владимир ни на что не жалуется. Говорит, его судьба после освобождения сложилась удачно. Хотя по нынешнему законодательству он просто человек, получивший бытовую травму. Ведь закона о пленных в Украине до сих пор просто нет. Я гражданин, гражданский житель оккупированной территории. Я пошел воевать с оккупантами. У меня нет ни одного закона на сегодняшний день в Украине, который мог бы меня не то что социально как-то защитить, экономически поддержать. Я вот сейчас буду оформлять инвалидность. Я пойду оформлять инвалидность, вернусь уже с лечения. И как бытовая травма у меня. Я подорвался на Минополе, как бытовая травма. Закона нет, а пленные есть. И их тысячи. За все время войны на Востоке из рук боевиков освобождено больше трех тысяч людей. И военных, и гражданских. Но еще больше сотни до сих пор находятся в плену. Мы живем очень сложное время. Очень сложное и время, которое можно назвать временем выбора. Этот выбор всегда между добром и злом, между светом и тьмой, между миром и войной. Это Игорь Козловский. Религиевед, преподаватель кафедры философии Донецкого национального технического университета. Запись была сделана 16 марта 2014 года на проукраинском Майдане. Из оккупированного Донецка Козловский так и не выехал. Он остался ухаживать за сыном-колясочником. Парня удалось вывезти в Киев, а вот его отец попал в плен. Состояние здоровья в его ухудшилось, потому что он находится уже год и два месяца, почти год и три месяца в заточении. Без нормального питания, без солнечного света, без прогулок. У него точно обострился артроз колена. В первый месяц он подвергался пыткам. Там были какие-то повреждения ног. Мы знаем по косвенным данным, что ноги болят. Игорь Козловский не участвовал в боевых действиях, но освободить его никак не получается. В Донецке его даже в списки по обмену пленными не хотят вносить. Звучали разные версии. То, что он шпион, то, что он изготовляет взрывчатку, хранит оружие. Последнее, то, что говорили, это то, что он гражданин ДНР, поэтому они его не рассматривают как участника конфликта. И, соответственно, не включают в список. То есть он там у них арестован за хранение оружия. Родственники Игоря начали активную интернет-компанию по его освобождению. И очень надеются на широкий резонанс и вмешательство политиков. На чудо надеются родственники Сергея Глондаря, боец спецназа из Кропивницкого, попал в плен 784 дня назад на Дебальцевском плацдарме. Тогда его группа попала в засаду. Из плена Сергей написал жене три письма и несколько раз говорил по телефону. В последний раз он выходил на связь 10 месяцев назад. Екатерина с женами и родственниками других пленных неоднократно обращалась в разные инстанции, проводили митинги, требуя, чтобы их близких вернули домой. Тогда эти кадры показывали почти все общенациональные каналы. Но пока все тщетно. Самая большая мечта Екатерины, чтобы Сергей вернулся домой и познакомился со своей собственной дочерью. Сейчас в плену у боевиков как минимум 121 украинец, а более полтысячи человек считаются пропавшими без вести. Руслан Смещук, Елена Брынза, Елена Миндалюк, Сергей Еременко, Павел Лысинга, Евгений Пахальчук. Подробности недели телеканал Интер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...